Добрый вечер, уважаемые телезрители. Пятница, в эфире программа «Главная». Мы много следим, особенно на последней неделе, разные законодательные инициативы. В том числе и выдвинутая законодательная инициатива Демократическая партия, именно ее лидером Владом Плохотнюком, по поводу изменения избирательного кодекса, а именно в области мандата депутата. И вот о мандате депутата и в принципе об этой инициативе я хочу сегодня поговорить со своим гостем в студии. Это председатель парламентской комиссии по правам человека и межэтническим отношениям, депутат парламента Владимир Циркан. Добрый вечер вам. Вечер вам добрый. Ну что, Владимир Иванович, давайте, наверное, начнем с самого начала, потому что не все телезрители понимают, что такое депутат. Вот это лицо, за которое мы проголосовали. Но на самом деле, когда люди голосуют за депутата, они ему предоставляют не просто место работы, а мандат. То есть это свое право на то, чтобы он представлял их интересы на территории Республики Молдова и в законодательном органе. Вот с вашей точки зрения, сегодня в парламенте Республики Молдова, кто этот мандат действительно поддерживает и кто действительно соблюдает вот эти нормы и правила, которые им предоставили? Ну, давайте, вы правильно сказали, давайте начнем с того, что в соответствии с статьей Второй Конституции, значит, сувереном власть является народ. Народ эту свою власть он осуществляет через свои представительные, либо прямым образом, через референдум, либо через свои представительные структуры. В данном случае парламент, представительная структура. Ну и после того, когда мы вернулись к прямому избранию президента, сегодня и президент представляет тоже интересы народа и в этом смысле получил мандат от народа их интересы представлять. Вернемся к парламенту. Сегодня в парламенте парламент формируется по принципу участия политических партий списком в голосовании в избирательной кампании и имеют право независимые кандидаты. Я обращаю внимание на это, потому что фактически независимый кандидат – это какой-то прообраз того самого депутата, который получает мандат сам, именно сам, как физическое лицо, как персона, как человек с каким-то ответом и так далее. Действительно, ведь депутат, даже если он пришел по списку, это же не получает мандат целая партия, получает в любом случае человек, который под номером, именно персональное, то есть физическое лицо. В конечном итоге, когда состоялось решение Конституционного суда, в соответствии с которым результаты выборов в парламент признаются действительными, отдельным решением Конституционный суд устанавливает по списку партии, которая участвовала в выборах, в зависимости от результатов, пропорционально, кто из этого списка получает право на этот мандат. 5, 10, в зависимости от того, какая партия, какое количество процентов получило доверие от населения. И вот таким образом, и плюс, я еще раз повторяю, независимые кандидаты, которые тоже участвуют наравне с партиями в выборах по всей территории Молдовы. То есть, один человек, ну допустим, вот я, был бы кандидатом независимым, о котором высказываются все граждане Молдовы. Ну да, получается, один округ. Вся Молдова как единый округ. Такова система сегодня. Сегодня система такова. И в условиях, когда общество очень политизировано, в условиях, когда действительно конкуренция происходит, и соревнования между партиями, между идеями, между лидерами этих партий, между командами этих партий. Так складывается, что практически у нас за всю историю независимой Молдовы ни одного независимого кандидата не было. Никто не мог набрать необходимого количества голосов. А вот, кстати, по количеству, Владимир Иванович, недавно здесь был председатель Венецианской комиссии, господин Букики, и он сделал следующее заявление о том, что у нас порог для независимых кандидатов слишком высок. Именно прохождение. На сегодняшний момент это 2%. Независимый кандидат должен набрать 2%. Если мы уже исходим из данных даже последних парламентских выборов, за него должны проголосовать минимум 34 тысячи граждан Республики Молдова. Понятно, что независимый кандидат, как персона, как лицо, оно известно в определенных кругах, либо известно в определенном районе. Конечно, ему трудно набрать самому 34 тысячи голосов, то есть эти 2%. Не является ли это правдой, что именно вот этот порог для независимых кандидатов слишком высок? Ну, в условиях, когда многопартийные списки и независимый кандидат, действительно, это высокий порог. Но если проведем сейчас небольшое математическое упражнение, исходя из нынешнего количества депутатов, 101 депутата, то мы увидим, что если идти по пути этой инициативы, то как раз депутату в конкретном округе, точнее, кандидату в конкретном округе, чтобы стать депутатом, надо набрать вот именно это количество голосов. То есть те же 34 тысячи вы имеете? Ну, порядка 30-35 тысяч голосов. Все зависит от того, какое количество все-таки реально избирателей у нас есть. Ведь мы на сегодняшний день, к сожалению, ясной, четкой картины не имеем. Даже последние выборы президентские показали, что по-прежнему там или в том или ином месте, местности, в районе, городе находились и мертвые души в том числе. Мы видели, что много, большое количество людей выехало за пределы Молдовы. Никто не исправящего большинства, никто не попытался даже выяснить, а где они находятся, в каком количестве, в каком регионе, в какой стране и так далее. Все делалось по принципу «у меня сегодня власть, я сам определю, где находится мой избиратель», говоря уже о диаспоре. Скажем, Приднестровье вообще не было реально включено в этот избирательный процесс, за исключением тех людей, которые по своему желанию, по своей воле, по своему отношению и ответственности к судьбе страны в целом, принимали решения и приезжали на правый берег, и в тех участках, которые были определены по длине Днестра, и в том числе в Кишиневе, Бельцах, Аргееве, Кагуле и так далее, они могли принять участие. Ну, давайте возьмем последние выборы президентские. 16 с небольшим тысяч человек из Приднестровья всего лишь приняло участие. Из, вот здесь из, какого количества? По последним данным, как говорят, что на территории Приднестровья проживает приблизительно от 75 до 90 тысяч. Ну, вот видите, разбежка очень большая. Очень большая. В принципе, данные о том, какое количество лиц, документированных как граждане Молдовы, и проживающих, точнее, зарегистрированных на Левом берегу, в регистру есть. Эти данные существуют. Так вот, в чем проблема их обнародовать? Но проблема в том, это, наверное, никому просто не надо. А, ну это, да, другой вопрос. Ну, кому не надо. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну, мы же прекрасно понимаем, что организовать выборы на территории Приднестровья реально, юридически, мы сегодня просто не можем. В силу того, что отсутствует контроль, юридический контроль. Я не говорю там о каком-то военном контроле. Это, конечно, бред, если кто-то пожелает этого сделать. Но юридического контроля реального нет. И говорить о том, что мы можем создать в легальном режиме избирательные участки, бюро, списки, осуществить достойный контроль за соблюдение принципов свободы и воли изъявления, отсутствие двойного голосования и так далее, мы этого не сможем на территории Приднестровья. И поэтому сегодня по действующей системе Приднестровья, пусть формально, пусть эти 16 с небольшим тысяч человеком все-таки участвуют, но они считаются входящими в этот единый округ под названием Республика Молдова, плюс те избирательные участки, которые создаются за рубежом. Это отдельная тема для разговора. Как они создаются? Если у нас хватит времени, я выскажу свою точку зрения. Естественно, вы участвовали в некоторых процессах. Как мы видим, что следовало бы это делать? Вот эти люди, эти избирательные участки, они присоединены к избирательному участку Кишинева, и вот, соответственно, округу Кишиневскому. И вот они, соответственно, создаются, и итоги подводятся вместе в целом по избирательному участку, в целом Кишиневу. Но, в общем-то, мы говорим о том, что это единый округ. Ну да, у нас один... Вот сформировался парламент по этому признаку. Формируются фракции. Это очень важный рабочий орган парламента. Ну, я бы сказал, самый. Потому что это, давайте так, один из основных элементов организованной деятельности парламента. Если 101 депутата не организовать его работу, организация происходит через создание этих фракций, то вы представляете себе, что может произойти? Кстати говоря, мы подобную практику уже имели. На заре нашей независимости первые выборы, демократичные выборы, демократические выборы проводились. И тогда было избрано более 380 депутатов по одномандатным округам. Что творилось в парламенте, кто помнит, те помнят. Я был в это время, работал в президиуме Верховного Совета. И я до сих пор, ну, скажем так, с ужасом вспоминаю все, что творилось. Значит, каждый говорил, не слушая другого. Каждый говорил о том, что вот мне надо это решить, мне нужно то сделать. Потом пошли группировки все равно по интересам, по национальному признаку, что было очень печально. По языковому даже. Ну, по языковому принципу. И в результате, в любом случае, в любом обществе требуется, чтобы была какая-то организация. И вот когда собирается эта группа людей, пусть 380, пусть 101, но разно, отдельно избранные не от кого, а просто от конкретного округа, то очень долгий и нудный, тяжкий процесс вот этого притирания и организации работы этого парламента. Это первая проблема, которая существует. Это вы имеете в виду уже исходя из вот той инициативы, которая есть. Да, причем в данном случае не имеет никакого значения принципиального. Будет ли это все избранные от одномандатного округа, или будут, допустим, половина из депутатов по одномандатным. В любом случае, вот эта самая половина, она будет вот такой хаотичной. Но она будет еще разорченна, да. Да. Но те, кто выходит с этой инициативой, они прекрасно понимают, и именно на это надеются, что она не будет хаотичной. Она будет достаточно управляемой, достаточно манипулированной, потому что изначально эти люди будут отбираться, к сожалению, но это сегодняшняя реальность наша, и сегодняшний день еще раз показал это, то, что произошло сегодня в парламенте. К сожалению, они будут формироваться и предлагаться в большей части. Я не говорю, что все 101 или все 50. Но абсолютное большинство будет по принципу, есть ли у него какой-то интерес, и будет ли он реализован благодаря кому-то. Будут ли у него деньги, или ему дадут эти деньги, чтобы организовать, избирать эту компанию, и в дальнейшем продвигать свой интерес. Есть ли у него какие-то скелеты в шкафу, будет ли он шантажирован или не будет. Будут ли возбуждаться уголовные дела или намеки на то, что будут уголовные дела возбуждены против него, либо против его родственников, друзей, близких людей и так далее. Средства массовой информации. Ведь это сегодня очень важный элемент подготовки мнения избирателя. Но если сегодня в основном большая абсолютная часть средств массовой информации монополизирована. Мы прекрасно понимаем, что промывка мозгов, к сожалению, такой термин, используется и будет использоваться. Уже идет целую неделю. Промывка мозгов, да, она будет происходить. Причем промывка в нужном направлении. И все те, значит, на первый взгляд, завлекающие такие элементы, типа, это очень демократично, это приближение депутата к народу, избиратель будет знать, с кого требовать потом, требовать исполнения его пожеланий, требовать работу и так далее, и так далее. Ну, это же все в сегодняшних условиях, я подчеркиваю, в сегодняшних условиях, вот тех, о которых я говорил, концентрация административного, финансового, правоохранительного, медийного ресурса в одних руках, сегодня это просто, ну, скажем так, красивая обертка конфетки, которая, кажется, далеко не той самой привлекательной шоколадкой, там, я не знаю, кто какие конфеты любит. Нет, это, кажется, пустышка, потому что в конечном итоге, ведь все равно, от этого депутата, от одного, ничего не будет зависеть. От двоих, которые будут, Кагул будет ему говорить, нет, ты сделай это, Лева будет говорить ему, нет, ты сделай это, Ханчешт будет говорить, нет, ты сделай вот это. Причем это какая-то часть людей, которые за него проголосовали. Но ведь это же не все люди, которые за него проголосовали. А ведь еще одна проблема очень серьезная. Как мы говорим, нарезки этих округов. Ведь в основу будет положено количество избирателей. Ну это естественно, это правильно. Вот мы с вами примерно просчитали, что если будет идти речь о стопроцентной одномандатной структуре, это где-то порядка 30-35 тысяч голосов. У нас сегодня есть немало районов, где нет и 18 тысяч голосов избирателей. Это означает, что не будет избран депутат от района. А он будет избран от того, как нарежут. Вот вернемся. Я просто как бы от партии социалистов патронирую южную часть. Вот возьмем Львовский и Кантемирский район. И тот, и другой не набирает и 20 тысяч избирателей. Это означает, что произойдет вот такое. Из того, что было, то и слепим. Не знаю, что полюбим. Часть Львовского или весь Львовский и часть Кантемирского. Или наоборот. Уже не столь важно. Главное, чтобы это не было заблуждением для людей, которые, может быть, вначале воспринимают это в виде как супердемократическое предложение. Вы знаете, я вам скажу, Владимир Иванович, в свое время, когда народ требовал всенародного избрания президента, власть придержащие пошли на эти требования. И действительно сделали так, что президент избирается всенародно. Насколько легально и нелегально, мы сегодня не будем это обсуждать. А тут, получается, сопоставив то, что тогда требовали всенародное избрание президента, ведь вы посмотрите, что идет первым в списке по изменению избирательной системы. Твой голос, твой депутат. И самое главное, с жирным большим шрифтом говорится о том, что депутата можно отозвать, если он вдруг не выполняет какие-то обязательства, которые вы, как избиратель, возложили на него. А вот вы юрист, да? Я вам хочу задать следующий вопрос. Скажите, вот то, что вы упомянули тоже, что вот Кантемирский район будет говорить, делай это, делай то, делай это, если ты это не сделаешь, тебя отзовут. На юридическом языке это называется императивный мандат. То, что противоречит Конституции. Вот. Так, извините, у нас в Конституции, в 68-й статье, части 2-й, четко написано, императивный мандат на территории Республики Молдова не действительен. Исходя из этого, в законе о статусе депутата написано в статье 6-й то же самое. В регламенте парламента написано то же самое. Это закон. Вот. Подождите, тогда у меня вопрос. Как можно предлагать законодательную инициативу, еще и пытаться, чтобы ее поддержали всенародно, которая изначально противоречит Конституции, основному закону государства? Или они собираются менять Конституцию? Я вам скажу, что это опять же та самая ловушка. Ну, а потом скажут, вы знаете, не получилось. То есть, вот избрать-то мы изберем, а вот отзывать не получается, потому что Конституция не позволяет. И в конечном итоге человек окажется перед фактом, что он повелся, как говорят в народе, на это. А в конечном итоге сказать свое слово об этом депутате он не может. Он его не может отозвать. Просто не может. Это по законодателю невозможно. Просто не может. Так, скажите, почему тогда на сегодняшний момент идет такая, да, я понимаю, почему они массово подводят это к тому, чтобы это случилось. Ну, не будем скрывать, что те, кто предлагают, обычно в районах, да, вот как вы говорите, там, неважно, мы возьмем Единицкие, Кантемирские районы, это. Люди будут в основном за кого голосовать? Либо за председателя района, либо за премиаря. Либо за бизнесмена, которого не работают, от которого не зависят. То есть за то лицо, которого они знают. В любом случае это будет таким образом. И понятно, что на сегодняшний момент, имея административный ресурс, имея много премиарей, председателей районов по всей стране, это более удобный шанс попасть в законодательные органы, стать представителем народа. Но, опять, неужели это нужно проходить через то, что нужно нарушать закон? Ну, понимаете, в политике, говорят, все средства хороши и цинизма больше, чем какого-то такого благоразумия. К сожалению, это так. Ведь вы правы, для того, чтобы ценить эту инициативу, ее последствия, цели и задачи, необходимо, прежде всего, посмотреть, а кто эту инициативу предложил. Это первое. И второе. А почему эту инициативу предложили? Наверное, тут больше надо начать с первого. Кто понятно? Кто понятно? То есть тут не надо гадать. А вот почему? Потому что все последние не месяцы, а последние годы, собственно говоря, сразу же, когда стало известно, что фактически обманули еще и в ноябре 2014 года, когда были парламентские выборы, избиратели обманули, когда утаили, что воруется-то миллиард. В течение вот сегодня наш коллега очень конкретно изложил всю схему того, что произошло. Очень конкретно изложил. И все это произошло буквально в течение трех недель. Я имею в виду все это легальное оформление этой кражи. Которое завершилось потом принятием этого закона о миллиарде, который мы сегодня по инициативе президента попытались аннулировать. К сожалению, они же и власть имущие не пошли на это. Не пошли на то, чтобы голосование было номинально. Я им сегодня сказал. Давайте проголосуем поименно. Кто за то, чтобы этот закон отменить. Кстати, говорю им, что вот учитывая, что вы готовитесь к выборам по одномодатым округам, когда каждый должен честно говорить своему избирателю, что он хочет, что он собирается делать. Вот сейчас скажите своим избирателям через это голосование. Честно, вы хотите, чтобы бремя кражи было снято с народа или нет? Вы хотите, чтобы это бремя было снято с бюджета? Вы хотите, чтобы этот миллиард не платили и наши дети, и внуки? Отказались поименно голосовать. А когда поставили вопрос на голосование, вообще не поддержали инициативу президента и отклонили ее. Вот пример того, что в принципе, хоть одномандатные, хоть поименные, хоть непоименные, хоть групповые голосования, но в любом случае руководствоваться, то ведь в любом случае будут интересом. А чей это интерес во благо народа или во благо группы, вот в чем сегодня самое главное. И поэтому, когда мы говорим о какой же интерес у тех, кто сегодня выдавил инициативу, мы должны четко понимать. Интерес один. Сохраниться у власти любой ценой. Потому что они прекрасно понимают, что все рейтинги, все опросы, которые происходили, причем эти рейтинги, опросы проводили кто угодно. И левые, и правые, и центристы, и американцы, и россияне, только с Марса и с Луны не прилетали для того, чтобы провести эти опросы. Но все они говорят об одном и том же. А. Молдова идет не в том направлении, в ошибочном направлении. Б. Авторитет нынешнего правящего большинства ниже Блиндуса, как парламента, так и правительства. В том числе и авторитет этих, и рейтинг этих лидеров. И они прекрасно понимают, если сегодня выйти на голосование при действующей системе, эти партии, которые запачканы, замараны, погрязли во всем том, что натворили, они просто-напросто будут наказаны избирателям. Другая возможность – это попытаться через те самые рычаги, которые я уже назвал, ввести кого в заблуждение, кого еще как-то запугать, кого просто-напросто. Ведь сегодня уже говорят, вот провели опрос, 78% поддерживает одномандатные округа. А вопрос был поставлен, вы за смешанную систему или за одномандатную? Так вы сегодня спросите у людей, они знают, что это такое или нет? А. Вот у меня теперь вопрос. Люди не знают этого вопроса. А. А почему они просвещают людей? Вот скажите, мы в этой студии уже много раз говорили, и вот когда мы обсуждаем именно, ну ладно, когда говорим про общегражданские, договора купли-продажи, мы пытаемся людей просветить, как бы они не попали в какую-то беду. А вот когда речь идет действительно об органах власти, о конституционном праве, да, мы здесь поднимаем эти темы, но получается, что как просвещение народа общего, доступного, его нет. Вот почему людям действительно не пытаются объяснить, сейчас неважно кто, да, то есть цель, просто донести до людей, ребята, вы сначала разберитесь, что это такое, да, а потом высказываете свое мнение в опросах каких-то или еще что-то. Ведь у нас как, опять вы говорите, вот 78% за одномандатную систему, да? Это не я говорю, это какое-то вновь созданное, значит, не знаю, там агентство или как назвать эту компанию, которая провела опрос, о котором я, честно говоря, раньше и не слышал. Ну, я о другом сейчас говорю. Вот смотрите, да, ведь как поставлен вопрос, так на него и ответят. Вы говорите, что вопрос поставили смешанная система или одномандатная, да, люди более понимают, то есть они с понедельника, да, по четверг слышали одномандатная, 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 им просто легло это в голову, и они говорят за одномандатная, да, но в чем основной вопрос, вы же объясните, и вопрос, скорее всего, ставился не смешанная или одномандатная система, А вопрос ставился, вы хотите избирать сами депутата одного, не в партии, а одного по фамилии? Твой голос – это твой избиратель. Да, и не только из этого. И при том, если он не будет исполнять то, что вы ему наказали, вы его сможете отозвать. И, конечно, люди, извините, отвечают «да». Это то же самое, что, как говорится, я не в порядке критики, но то же самое, что, я не знаю, пытаются или проведут в Румынии. Вы за то, чтобы продолжить борьбу с коррупцией или нет? Естественно, все люди ответят «да». Конечно, да. Вы за то, чтобы жизнь была лучше? Ну, конечно, да. Конечно, да. А вот как этого добиться? Через кого это добиться? В этом-то весь вопрос. И мы видим, что этот политический класс, который сегодня у власти, он не только не смог этого сделать, а он сделал все возможное, чтобы самому обогатиться, а народ обеднел еще больше. Вот такой результат. И вот эта власть, правящая сегодня, она предлагает «а вот давайте новую систему голосования предложим». Она изменит политический класс. И потому что она нас сделает более честными, более пушистыми, более белыми. Значит, где-то кого-то там мы заменим, и все будет окей. Нет. Суть-то остается. Можно поменять шкуру. А суть-то, в народе говорят, остается все равно то же самое. Это первое. Второе. Ведь посмотрите, люди объединяются в партии. Для чего? Для того, чтобы через продвижение каких-то идей, принципов, прийти к власти. Смысл партии – это приход к власти. Борьба за приход к власти. И сегодня более-менее уже сфокусировалась, уже более-менее ясна политическая картина, значит, того, кто есть кто. Правда, попытки все равно проходят. Вот сегодня в парламенте мы уже видели, как на глазах у нас окончательно разрушилась фракция партии коммунистов, в том плане, что те, которые вышли и говорили, пока 14 в одну ночь вышли, и говорили о том, что мы пытаемся создать какую-то социал-демократическую платформу, и так далее, и так далее. Сегодня показали истину. Ради чего они вышли? Почему они вышли? Это означает, что происходит концентрация. Концентрация идей, принципов, если хотите, и интересов в этом смысле по партиям. И народ должен оценить. Вот эта партия. Не конкретный депутат. Ну, что толку, что депутат Х, который был во фракции партии коммунистов, сегодня вышел и пошел в партию Игрек. Что народ, значит, а его, может быть, уже и не предложат. Но предложат другого, который в этом же составе, я имею в виду в этой же партии. Предложат это означено. У нас ведь подобного рода эксперименты уже проводились в Гагаузе. Все знают прекрасно, обкатка этого варианта голосования, как можно манипулировать и добиться большинства, не имея партийных кандидатов. Мы увидели, как это произошло в Гагаузе. Причем не один раз, Владимир Владимирович. Причем не один раз. Были независимые кандидаты. Свой парень. Мы его знаем. Он наш. Он хороший. Он что-то может сделать. Он что-то делает во время выборов. Которые потом вдруг становятся членами демократической партии. Сегодня они вдруг не стали членами демократической партии. Но они все объединились вокруг того, кто является представителем этой партии. И вот я не знаю, я и вчера был в Гагаузе. Избиратели сейчас, так это правильно сказать, чертыхаются. Что же мы натворили опять? Как они нас обвели, провели? Вот именно такие же последствия будут, если вдруг, не дай бог, будет введена эта система одномодатная. Либо даже смешанная. Имеется в виду часть по одномодатным, часть по партийным спискам. Мы не против того, чтобы вводилась смешанная форма системы партии социалистов. Более того, это записано в программе партии. Но мы говорим о том, что на данном этапе развития нашего политической системы, нашего государства, это просто недопустимо. Это просто опасно. Когда-то, в какое-то, спустя какое-то время, когда наконец-то мы действительно избавимся от этих, ну, может быть, не до конца избавимся, но во всяком случае уйдут те, которые принесли нам в политику, прежде всего, коррупцию, подкуп, шантаж. Вот тогда эту систему можно будет поэтапно внедрять. Эту систему можно будет внедрять тогда, когда мы наконец-то воссоединим страну. Ведь по этой системе, будь то смешанная, будь то одномандатная, однозначно те места, которые должны были бы быть даны Приднестровью, они будут свободны. То есть оттуда человек не будет избран. А это что означает? Это 6, 7, 8 депутатов, допустим. Изначально понятно, что они не будут избраны. А что делать с нашей диаспорой? Вот смотрите, я вот говорил о том, что как формируются избирательные участки. Давайте я вас привык. Извиняюсь, мы про диаспору поговорим после рекламы, если можно. Не переключайтесь. Мы рады вас приветствовать опять на нашем канале. Говорим сегодня мы про мандат депутата. Ну что, Владимир Иванович, мы с вами остановились как раз на диаспоре. Это самый, можно сказать, больной вопрос, который существует. И он существует, я думаю, уже долгое время. Вы были в качестве посла и организовывали тоже эти участки в своей епархии, как говорят. Вот скажите, на сегодняшний момент, как обстоит дело действительно с диаспорой? И как вот проходит там голосование? Ну, вы знаете, голосование там происходит так, как его, это голосование организует правительство. Через свои решения и потом дальше поручает Центральная избирательная комиссия уже чисто технологически это организовать. Самая главная проблема здесь – это проблема создания избирательных участков. Где и сколько создать этих избирательных участков? Для того, чтобы максимально возможное количество наших граждан, находящихся за рубежом, смогли принять участие в голосовании. На сегодняшний день в законе действуют два принципа формирования этих избирательных участков. Первое – предварительная электронная регистрация. И в ноябре 2014 года, и выборы президентские прошлого года показали, что абсолютно мертвый вариант учета. Где-то в пределах 2,5-3,5 тысяч человек регистрируются. И в первом, и во втором случае. Точка. На последних выборах президентских демократы предложили, потому что Венецианская комиссия сделала на этот счет замечание. И, кстати говоря, миссия наблюдателей ОБСЕ тоже сказала о том, что отсутствие четкого, транспарентного критерия определения или положенного в основу создания избирательных участков и создает у многих граждан Молдова, находящихся за рубежом, мнение, что их права нарушаются, ущемляются. Или однобоко происходит этот процесс. Предложили, давайте, учитывая результаты последнего голосования. Но ведь это фиксация того, что произошло в силу наших ошибок. Ну, как можно на выборах президентских 2016 года было брать за основу создания избирательных участков итоги 2014 года, которые были осуждены и наблюдателями ОБСЕ, потому что созданы были эти участки абсолютно несправедливо, непропорционально, без учета того, где, сколько находится граждан. Поэтому я лично, автор этого предложения, я предложил очень простой, на мой взгляд, механизм, который, кстати говоря, я пробировал через менее международных специалистов, и они согласились. Да, в принципе, абсолютно справедливо. Первое. Учет граждан любого государства на территории, допустим, страны X ведется специальной миграционной службы. Они по-разному называются. Но те, кто учитывает приток иностранных граждан, особенно те, кто находится, остается на постоянное место или временное место проживания, устраивается на работу и так далее. То есть, есть структура государственная, которая ведет учет этих лиц. Более того, в этой государственной структуре есть в том числе и данные, а где они локализованы. Города, области, регионы, жудецы, неважно. Я ей предложил, давайте мы, для того, чтобы справедливо определить количество избирательных участков, и не только количество, а самое главное, пропорционально их создать, пропорционально тому, а сколько граждан наших находится за рубежом, вначале выясним через МИД, наше Министерство иностранных дел, через наше посольство, путем запроса у этих структур, дайте данные, сколько граждан Молдовы сегодня проживает и где на территории. Будь то Россия, будь то Румыния, будь то Италия, Соединенные Штаты, Канада, не имеет значения. Дайте эти данные. Собрав эти данные, МИД говорит о том, что вот в такой-то стране столько-то, там-то они локализуются, там-то, 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 там-то. Правительство, исходя из своих финансовых возможностей, потому что финансирование избирательных участков – это, так сказать, долг правительства, они определяют, где, точнее, какое общее количество мы участков можем создать. Условно говоря, 100-200 участков. А потом пропорционально количеству наших граждан в той или иной стране и распределить. В этой стране 20 участков, здесь 15, здесь 10, здесь 30, там 40 и так далее. И тогда будет все по справедливости. Еще раз говорю, никакой геополитики. Самое главное, причем, что интересно, и в России, и в Италии вовсе не голосуют только за одних или только за других. И за тех, и за других голосуют. Потому что в конечном итоге люди приезжают туда не потому, что они, скажем так, страстно любят ту или иную страну, а потому что именно там у них есть сегодня возможность устроиться на работу. В Молдове нет, а вот там есть возможность. Где-то есть языковый барьер, где-то нет языкового барьера. Это предложение было внесено, и вот сейчас недавно правительство дало отрицательное заключение. Аргументы вообще какие-то абсурдные. Что эти данные, которые будут представлены другими государствами, могут быть не совсем точными. Но ты мне извини, если ты не веришь своим партнерам, значит, другим государствам. То же самое они тебе могут сказать. Они запросят у нас, а сколько у нас там, я не знаю, вьетнамцев, сирийцев, Тех же итальянских русских. Кого угодно, тех же итальянцев проживает. И мы что, дадим с потолка эти данные? От балды какой-то? Нет. Мы что же возьмем данные нашей миграционной службы? То есть абсолютно абсурдный аргумент, или точнее повод для того, чтобы отвергнуть эту инициативу. Потому что просто не хотят обеспечить то, чего граждане хотят. А теперь в этой ситуации. Как мы будем там создавать избирательные участки для одномандатного голосования? И как, и кого, кто будет выдвигать? А вот у меня еще, да, действительно вопрос. 101 депутат, да? То есть, насколько я понимаю, если мы вводим одномандатную систему, то есть по территории Республики Молдова мне еще, ну скажем так, более не менее понятно, как могут нарезать участки. Но ведь по диаспорам вообще непонятно, кто, где, как и почему. Но в связи с этим, вы знаете, просматривая вот эту законодательную инициативу... А я извиняюсь, Сергей, а не имея этих данных, где сколько проживает, невозможно? Невозможно ничего сделать, да. То есть, получается, не воспользуя ваши инициативы о том, что взять запросы и посчитать, где сколько находится, они это могут подвести под ту же одномандатную систему. Я не говорю, что я такой прямо... Нет, я имею в виду... Это очень просто, неужели это каждому понятно? Им подсказку дали, можно сказать, и так. Им же каждому понятно. Для того, чтобы выяснить, где кто находится, спроси у того, кто... Кто эти процессы контролирует или, точнее, фиксирует. И все, и ты получишь эту информацию. Но, Владимир Иванович, у меня, допустим, такой вопрос. Вот одномандатная система, да? То есть, избирается 101 депутат, ну, сегодня, я понимаю, есть партийная система, есть список, у кого 51 человек, у кого 101, да, но минимум по закону 51 человек в списке должны быть предоставлены в Центр-Избирком для того, чтобы электорального конкурента могли зарегистрировать. Избрали, неважно, да, сейчас 10, 15, 20 человек по партийным спискам. То же самое в одномандатном. Избрали 10, 15, 20. Вот когда происходит ситуация, что начал работу парламент, соответственно, после этого, следующим этапом, когда они сформировали полностью все органы рабочие парламента... Опять же, нужно фракции создавать. Нет, у меня сейчас один вопрос, я хочу чуть-чуть дальше зайти. То есть, создали фракции, создали комиссии, избрали руководство парламента, все, парламент готов к работе. Начинаем избирать правительство. То есть, президент, опять-таки, должен по закону посоветоваться с фракциями и выдвинуть кандидатуру, которая представляет в течение 15 дней свою программу и персональный состав правительства. Часть депутатов, которые входят сегодня в парламент, может согласиться перейти на работу в правительство. Это законом не запрещено. Причем, они в течение 30 дней должны принять решение, где они будут работать, либо в парламенте, либо в правительстве. Мне понятно, с партийной точки зрения есть списка. Если один депутат уходит работать в правительство, приходит следующий, кто шел по списку. Да, за ним. А теперь вопрос. Одномодатный. Если он... Так, то есть, это новые расходы? Конечно. Тогда у меня вопрос, а зачем делать двойные расходы? Это не приведет ли, опять-таки, граждан к замешательству? И, с другой стороны, граждане уже сказали, я проголосовал за Иванова. Почему я теперь должен голосовать за кого-то другого? Я же уже избрал. Я тебя отзову из правительства. Вот вопрос, понимаете? Вот с юридической точки зрения, Владимир Иванович, неужели это непонятно, что приведет к коллапсу? И приведет к дополнительным финансовым расходам по проведению выборов? Конечно. 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 Я с вами абсолютно согласен, что и вот такая ситуация, она приводит. И то же самое, что мы с вами сейчас говорили о диаспоре. Там вообще, что называется, пальцем в небо. Если в районах худо-бедно еще знаешь человека, а там оттуда приехала, оттуда приехала группа людей, оттуда группа людей собрались. Откуда они знают, кто есть кто? А надо выдвигать кандидата. Ну, то есть, почему мы и говорим, на данном этапе развития нашего государства и той политической системы, и тех условий, и проблем, государство-то ведь захвачено, а никто этого термина пока не отменял. Никто пока не доказал обратное. Это то, что принесли в наш политический словарь не мы, а европейцы. Они первые сказали, что стоп, так у вас же государство-то захвачено. Понимаете? В этих условиях мы еще раз, я еще раз повторяю, что мы просто считаем, что это категорически неприемлемо и опасно. Опасно для государства. Владимир Иванович, у меня вот еще юридический вопрос. Смотрите, если мы переходим сегодня с многопартийной системы на одномодатную. То есть, насколько я понимаю, это умирает полностью партийная работа. Это умирает полностью все, что связано с партией. Хотя по демократическим ценностям партийная работа – это основное. И многие говорят, да, те, кто создавали демократию в свое время, даже в Соединенных Штатах Америки, что демократия идет через многопартийность. И каждая партия представляет собой. Но у меня другой вопрос. Чисто вот с юридической точки зрения. При условии, что мы переходим на одномандатную систему, пока у нас по Конституции и по заявлениям, которые Республика Молдова сделала в 2000 году, никто не отменял, что мы стали на рельсы парламентской республики. Вот если мы переходим на одномандатную систему, мы не должны сейчас менять форму управления государства? Ну, это не обязательно. Это вовсе не обязательно. А вот что касается партийной, или в какой ситуации окажется вся партийная система Молдовы, ну, понимаете, могут сказать авторы вот этой идеи, которая сегодня активно дискутируется. Но ведь партии могут выдвигать этих кандидатов, типа, да? И народ оценит в этом адамодатном округе. Но ведь оценивать будут что? Люди опять же. Получается, не того кандидата, а ту партию, которая выдвинула. Тогда в чем смысл менять на сегодняшнем этапе шило на мыло? Ну, в общении нет никакого резонта. В общении никакой логики нет. Понимаете? Хотя, с другой стороны, те партии, которые сегодня явно провалились, исправившие большинство, они, конечно же, будут стараться как можно больше независимых выдвинуть. Ну, независимых, мы уже говорили о том, что это независимые. Нет, просто известных людей, скажем так. Это те самые независимые, от которых фактически ничего не зависит. Ну, они же независимые. Из которых ничего не зависит, и которые фактически будут абсолютно послушными для тех, кто реально фактически их будет поддерживать. Но есть еще одна очень интересная и важная проблема, на которую, кстати, обратил внимание председатель Венецианской комиссии во время визита своего на прошлой неделе в Молдову, господин Букихио. Он сказал, что, по сути своей, любая форма избирательной системы – это право государства. И он совершенно прав. И та, и другая форма, она юридически прописана, она имеет право жить, она есть в той или иной виде в одном или другом государстве и так далее. Но вот какую форму избрать этому государству, этому народу – это дело этого народа. И лучше всего, он сказал, когда будет достигнут политический и социальный консенсус по поводу этого. А ведь посмотрите, что сегодня эта инициатива подняла, какой вал. Ведь фактически, кроме самих авторов, абсолютное большинство и политических партий, и гражданское общество, если я не ошибаюсь, пять или шесть наиболее активных неправительственных организаций, которые непосредственно занимаются всегда избирательной кампанией во главе с промо-Лекс, они прямо заявили, что если произойдет этот переход, то мы просто будем бойкотировать эти выборы и не будем участвовать в мониторинге этих выборов. Это говорит о том, что общество сегодня однозначно в абсолютном большинстве не поддерживает эту идею. Где-то я слышал такую ситуацию отступного варианта. Нет, ну давайте проведем конференцию международную с участием специалистов иностранных, с участием гражданского общества, с участием партии, представителей партии, по этой проблематике и обсудим. И вот если это предложение не получит поддержку, то мы тогда отзовем эту инициативу. Мы говорим, пожалуйста, мы готовы. Мы готовы принять участие в такой конференции. Может быть, меньше в ней должно быть иностранных представителей, потому что они-то что, они придут и расскажут, как у них. А мы-то ведь знаем хорошо, как у нас. Между прочим, почему-то уже начали забывать об этом. Ведь в 2013 году такая попытка уже была. Две недели прожила. Да. И было проголосовано в парламенте. Кстати говоря, сегодня окончательно сформировалось уже формально. Если до этого было неформальное большинство, то сегодня окончательно сформировалось то самое большинство, которое готово, в принципе, проголосовать за эту инициативу. Ну правильно. Может быть, только вот либералы, если не ошибаюсь, сегодня или вчера, заявили, что они тоже не будут поддерживать эту инициативу. Ну, на сегодняшний момент данную инициативу уже подписало 53 депутата. Ну, то есть, есть необходимое количество. Это как бы звоночек. Вот смотрите, у нас, в принципе, есть голоса. Окей. Ну, давайте обсудим. Давайте еще раз друг другу в лицо, в присутствии общества. В присутствии всех. И пусть тогда будут представители, иностранные специалисты, эксперты, как эксперты того, что будут говорить люди. И мы скажем, вот есть какие плюсы этой системы, теоретически. Вот какие на сегодняшний день есть риски и опасности. Вот какие есть проблемы, без решения которых, ну, просто невозможно перейти к реальным демократичным выборам. И самое главное, чтобы эти выборы отразили волю народа. Ведь даже сегодняшний парламент, он не отражает волю народа 2014 года. Он уже давно не отражает волю народа. Потому что, допустим, та же Демпартия получила 19 голосов. 19 мандатов. А сегодня они заявили, что у них уже 34. Откуда? Воля народа. Это уже не воля народа была. Это воля конкретных людей, которые примкнули. А почему они примкнули? Ну, бог им судья. Ну, вы знаете как? То, что они примкнули к этой партии, да, их рассудит избиратель уже в 2018 году. Ну, если вдруг не произойдет чудо и не будет досрочных выборов. Но у меня к вам вопрос. Вот скажите, ну, опять, у нас эта система выборов существует в конституционном поле. Я имею в виду с 1994 года. То есть она уже апробирована. Были определенные изменения вносились в избирательный кодекс. Потом избирательный кодекс полностью менялся. То есть система апробирована. Мы идем уже по пути парламентской республики, да. Перевход, неважно сейчас какой, одномодатной системы, да, либо смешанной системы. Мы не убьем этим самым сути понятия парламентаризма и представительские законодательные власти. Мы не сделаем этот орган сегодня, да, скажем так, больше популистским. Я опасаюсь другого, Сергей. Я опасаюсь того, чтобы парламент не превратился в акционерное общество. Но оно уже практически. Пусть даже открытого типа, но акционерное общество. Когда у каждого есть свой пакет акций, есть владельцы этих акций, кому-то их купили эти акции, у кого-то забрали эти акции. И вот тогда это, в этом я говорю, опасность эта. Поэтому уж пусть лучше на сегодняшний день народ определится. Вот эта группа людей, объединившаяся в партию, она заслуживает нашего доверия. Она продемонстрировала за период вот этой деятельности, скажем, от выборов до выборов, что она и действует в интересах народа. Что в ней нет людей, которые дискредитировали себя, или дискредитируют эту партию, или дискредитируют страну, если хотите. В этом смысле это будет та самая книга, которую будут читать избиратели, говорить. Вот это мне понравилась страничка. Я делаю закладку. Наверное, вот то, о чем здесь написано, это соответствует тому, что я хочу. Я вот за это и проголосую. А вот это, все это билетристика, которую я просто не хочу даже брать во внимание. Ведь в этом-то и смысл выборов по партийным спискам. И в этом его преимущество на данный момент для Молдовы. Что человек может оценить по той группе людей, которая объединилась в партию. Не оценить одного человека. Тем более, я уже говорил о том, как будут нарезаться эти избирательные участки. округа, точнее. Когда пол одного района и одна треть другого района, что они будут делать? Кого они будут избирать? Они так хотя бы знают, что какая-то партия, которая так или иначе себя проявила. Тогда они могут отдать свой голос. Или какие-то люди из партии. А вот когда это просто кто-то. Ведь, кстати говоря, далеко не всегда гарантировано, что бизнесмен, лидер и так далее, он получит голоса. Потому что некоторые у нас обманывают людей, недоплачивают. Значит, землю забирают, обещают или не делают. Превращают их фактически в рабов. И люди просто проголосуют против. И что тогда? Ведь нет никакой гарантии, что все 101, допустим, этих округов, все 101 место будет в результате выборов набрано. И будет распротоспособный парламент. Кстати говоря, в этом смысле очень интересная инициатива президента Дадона, о которой, естественно, они сейчас замалчивают. Он сказал, хорошо, так давайте, может быть, мы по другому пути пойдем. Если вы хотите по максимальному повысить уровень ответственности у депутатов. И плюс тому сэкономить. Давайте мы тогда сократим количество депутатов. Что люди, кстати говоря, приветствуют. Вот тут люди едины в своем мнении. Им в данном случае уже не столь важно, как они будут избраны. Меньше. Давайте лучше будет меньше. Но лучше. Но лучше. Игорь Николаевич предложил, говорит, давайте 71 депутата будем избирать. Кстати говоря, в странах Балтии, еще и в Литве, к примеру, в той же Латвии, примерно такое же количество избирателей. И примерно вот такое количество депутатов, о которых мы сейчас говорим, как предложение Дадона. А это не опасно будет, Владимир Иванович, вот то, что 71? То есть простое большинство, как у нас прописано опять-таки в законах, уменьшится, оно будет меньше. То есть сейчас это 51 плюс 1, 52 депутата, а так станет где-то 36. То есть это не будет опасно? Нет, потому что эти люди будут избираться, опять же, мы предлагаем, чтобы сохранить эту систему партийную. Ну, будет, скажем, фракция не 24, как у нас сегодня, да, допустим, а будет, ну, 20. Будет 30. Потому что я уверен, что если бы сейчас были бы досрочные, ну, не то, что я уверен. Так говорят опросы, если бы сейчас состоялись бы выборы, то партия социалистов однозначно бы набрала большинство в этом парламенте. Ну, вот этого они и боятся. Вот этого боятся. Мы не боимся, если это будет меньшее количество депутатов. Не боимся. Потому что мы прекрасно понимаем, что за этот период времени, не только понимаем, но мы и сознательно, осознанно это все делали. Мы бойкотировали те инициативы, которые были явно антинародные. Не имея решающего большинства, вот даже сегодня, мы где-то понимали, что, скорее всего, наша инициатива не пройдет. Но мы должны были пройти и этот этап. Мы должны были это сделать. Мы должны были у кого-то пробудить, может быть, совесть, я не знаю. Но оказалось, что не заключались. Ну, кстати говоря, еще не вечер, потому что мы сегодня сделали заявление, очень ясное, понятное, я думаю, для всех. Ну, хорошо, парламент не понял инициативу президента. Парламент, большинство, не поняло, что народ не хочет, чтобы его второй раз обворовывали. Ну, тогда давайте мы спросим у народа. Они хотят, чтобы такой был закон? Они хотят, чтобы 25 лет, ну, 24 уже, уменьшались инвестиции, уменьшались программы социальные, на медицинское страхование, в том числе затраты и так далее. Ведь те же повышения тарифов на медицинские услуги. Это что? Это тоже результат того, что бюджет сегодня не может выделить на медицинские программы, обеспеченные государством. Потому что необходимо оплачивать эти облигации, которые были изданы в связи с тем, что надо погашать долг, созданный теми, кто украл этот миллиард. Ну, к сожалению, у нас такая ситуация в стране, и никуда мы покажем. Да те же штрафы. Я, ну, как бы, вы же встречаетесь, естественно, тоже все с людьми, видите, знаете, со всех сторон сегодня люди, ну, просто стонут. Идет повышение. Там штрафы повысились, там тарифы повышились, там уменьшились, значит, дотации. Мы сегодня добились, чтобы хотя бы учебники, то, что положено по Конституции, в гимназиях были бесплатны. А вы думаете, это будет реализовано до конца? Я сомневаюсь. Хотя по Конституции положено, а правительство говорит, а у нас денег нет на это. Ну, к сожалению, такая ситуация. Хорошо, Владимир Иванович, я хочу вас поблагодарить за то, ваше участие в программе. Еще раз напомню, был в гостях Владимир Цуркам, председатель комиссии по правам человека и межэтническим отношениям, депутат парламента от партии социалистов. А вам, уважаемые зрители, я хочу пожелать хорошего вечера. И давайте подумаем, нужна ли нам эта система избирательная. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин